В эфире телеканала БТБ, выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Президент Украины Петр Порошенко готов снова объявить перемирие. Однако это возможно при условии прекращения огня с обеих сторон, освобождения террористами заложников и установления контроля границы при мониторинге ОБСЕ. Об этом глава государства заявил во время телефонного разговора с вице-президентом США Джузефом Байденом. Тот заверил, что Штаты разделяют и поддерживают подход президента Украины к урегулированию ситуации и готовы приложить усилия для достижения мира в Украине. Петр Порошенко, в свою очередь, поздравил американцев с наступающим Днем независимости 4 июля. По его словам, Украина сегодня борется за свою независимость и знает ей цену. Террористы обстреляли из минометов пограничный пункт пропуска Должанский в Луганской области. Девять пограничников ранены. Боевики также несколько раз выстрелили в сторону российского пункта пропуска. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины. Все больше наемников пытаются пересечь границу и вернуться на территорию Федерации. При этом российские пограничники расстреливают боевиков без предупреждения. Этой ночью прорваться в Россию пыталась группа из 300 террористов, сообщают в Совете нацбезопасности и обороны Украины. Сегодня ночью была зафиксирована попытка группы боевиков в количестве до 300 человек выйти с территории Украины. Российские пограничники открыли по ним огонь со всех видов вооружений и заставили вернуться назад. Это уже не первый случай, когда наемников, прибывших с территории Российской Федерации, не пропускают назад под угрозой смерти. Поэтому командование антитеррористической операции дает возможность террористам сложить оружие и сдаться. Президент Украины провел комплексное обновление руководства силового блока страны. В должность вступил новый министр обороны Валерий Гелетей. Также были назначены новый начальник генштаба, первый заместитель главы администрации президента и руководитель Укроборонпрома. В новых назначениях разбирался Александр Пантелеймонов. Новый министр обороны Валерий Гелетей начинал службу в пограничных войсках, продолжил карьер в милиции. Наивысшая должность, которую занимал силовик, начальник управления государственной охраны. На посту министра он сменит Михаила Коваля, который руководил ведомством менее четырех месяцев. За умелое руководство армии Коваля хвалят и президент Петр Порошенко, и его преемник Валерий Гелетей. Мы должны очистить нашу украинскую землю от сепаратистов, от всей этой нечисти, которая, к большому сожалению, присутствует на нашей земле. Это наше задание, и мы это поборем. Уважаемый господин президент, я также хотел бы поблагодарить своего предшественника Михаила Коваля за то, что он удержал ситуацию на Востоке. Кольцо сепаратизма сужается. Хотел бы пожать ему руку. Петр Порошенко подчеркивает, обновление силового блока носит комплексный характер. Одновременно с новым министром обороны назначен и первый заместитель администрации президента. Им стал Юрий Косюк. Его задача в кратчайшие сроки наладить тыловое обеспечение армии. Начальником генерального штаба стал генерал-лейтенант Виктор Моженко. Также президент назначил и нового руководителя Укроборонпрома. Правда, его имени пока не озвучил. Не останется без работы и Михаил Коваль. Он перейдет на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Критерии, которыми я руководствовался при принятии комплексного решения о назначении силового блока, это самоотверженность, решительность, патриотизм. Я уверен, что именно эти качества должны быть присущи украинскому воину. И в качестве примера президент привел летчика, который накануне на подбитом штурмовике Су-24 уничтожил вражеское зенитное орудие и посадил самолет в месте его дислокации. Отважного героя уже представили к государственной награде. По словам главы государства, именно на такие примеры должны ориентироваться украинские солдаты и армия. Александр Пантелеймонов, Станислав Кропольницкий, ВТБ. Ключевым пунктом мирного плана для Донбасса является децентрализация власти. Соответствующий законопроект изменений в основном закон президент Украины Петр Порошенко внес сегодня на рассмотрение парламента. Депутаты после долгих раздумий таки внесли его в повестку сессии. Тем самым запустили конституционный процесс. О страстях в Верховной Раде далее в сюжете. С самого утра под парламентом дежурят бойцы батальона Донбасс. Говорят, охраняют здание. Вчера поступила информация о том, что сегодня возможны террористические акты по одесскому сценарию. То есть выстрелы из толпы, взрывчатка, бутылки с зажигательной смесью. А потом по Первому каналу показывать будут диких укров, то бишь нас с вами. Мы хотим, чтобы нас не показывали как диких укров, чтобы люди могли свободно выражать свое мнение. А Верховная Рада спокойно работать. На счастье, провокаций не было. Парламент работал в обычном режиме. В гости к депутатам приехал президент с кадровыми предложениями. 327 парламентариев увольняют руководителя Министерства обороны Михаила Коваля. А 260 назначает на его место генерал-полковника Валерия Гелетея. Глава государства говорит и о необходимости реформировать армию, которая даже сейчас может защищать страну и побеждать. Регионалы попытались помешать президенту криками из зала о том, что наши военные якобы убивают мирных граждан. На это Порошенко отреагировал эмоционально и слов не подбирал. И мы не позволим позорить и поносить нашу армию. Ибо как страна сегодня нуждается в защите наших вооруженных сил, национальной гвардии, пограничников, службы безопасности, так и армия сегодня нуждается в вашей защите. Не оставьте наедине с теми, кто пытается подорвать веру в нашу армию, пытается порощить ее. Они поют с иностранного голоса российской пропаганды. Новое руководство силовых ведомств сумеет восстановить мир, верит президент. Этому поспособствует и принятие изменений в Конституцию. В частности, Порошенко предлагает новые возможности для языков нацменьшинств. При этом единственный государственный – украинский. Сельские, поселковые, городские, районные, областные советы получат право предоставлять в пределах своих территорий и в пределах своей компетенции специальный статус русскому и другим языкам. Эта поправка Конституции фиксирует статус КВО, который сложился на основе действующего языкового законодательства. Это непростое решение, я считаю разумным компромиссом. Согласно документу, на местах ликвидируют государственные администрации и создадут исполкомы с большими полномочиями. Полностью поддерживают инициативы Порошенко, только фракция «Удар» и депутатская группа «Экономическое развитие». Другие депутаты нашли изъяны. Этот пункт фактически нивелирует 10-ю статью Конституции. Если он будет введен в действие, где идет речь о статусе государственного языка украинского, у нас каждое село, а не государство, будет решать этот вопрос. Поэтому «Свобода» может проголосовать за внесение вопроса в повестку дня и только для того, чтобы внести альтернативный. Мы увидели там увеличение полномочий президента во влиянии на местные органы власти. Если ранее главу администрации, о котором вспоминали, можно было отправить в отставку двумя третьями Рады, то теперь это невозможно. Также депутатам не устраивают якобы галактические полномочия представителей президента на местах. Но этот миф рассеивает вице-премьер Владимир Гройсман. Три основные функции. Первая – это функция контроля, присмотра, которая присуща европейским странам. Вторая позиция – это координационная функция центральных органов исполнительной власти. Третья позиция является очень важной – это координация всех органов власти, в том числе местного самоуправления, во время чрезвычайных ситуаций или в условиях военного положения. Тем не менее, депутаты с первой попытки включают в повестку дня законопроект об изменениях в основной закон Украины, дабы уже началась конституционная реформа. Теперь документ на всеобщем обсуждении. Меньше повезло двум правительственным законопроектам, касающимся энергетической сферы. Речь о введении чрезвычайного положения в отрасли и реформировании нашей ГТС. Депутаты документы удачно провалили, после чего им пригрозил премьер. Я в первую очередь обращаюсь к коалиции, которая должна поддерживать правительство Украины, потому что правительство сформировано на коалиционном принципе. Будете сидеть зимой без газа, понятно, если не будете поддерживать правительственные законопроекты. Последние на сегодня голосования парламентариев были более позитивными. Они разрешили уже не мобилизировать студентов и аспирантов дневной формы обучения. А также в первом чтении приняли закон о введении моратория на отключение за неуплату от коммунальных услуг домов в зоне АТО. Продолжат работу депутаты в пятницу в 10 утра. Анна Каменева, Наталья Прогров, Влад Пешаков, БТБ. Украинцев ждут в столице на день крещения Киевской Руси. Патриарх Филарет призывает всех желающих, независимо от конфессий, принять участие в праздновании. Оно начнется с Божественной Литургии 28 июля во Владимирском соборе. После состоится крестный ход к памятнику князю Владимиру на Владимирской горке. По словам главы Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, все, кто примет участие в этом крестном ходе, смогут заручиться божественной благодатью. Святейший Патриарх Филарет также упрекнул священников Московского Патриархата в пособничестве террористам на Донбассе. По его словам, их частым нападениям подвергаются неугодные священники. Кроме того, боевики запугивают парафиян. Храмы в Луганской области сейчас закрыты. Проводить службы не позволяют террористы. Церковь Московского Патриархата в Луганске и в Донецке полностью встала на сторону террористов и сепаратистов. Не только там помогают им, а некоторые священники с оружием в руках воюют против нашей национальной гвардии. Россия возвращается к временам тотальной слежки. Сотрудники Следственного комитета Федерации допрашивают всех граждан Украины, находящихся на территории страны. У них выпытывают о деятельности Игоря Коломойского и Арсена Авакова, о том, где расположены воинские части. А также интересуются их личным мнением о правительстве Украины. К настоящему времени следственные органы побеседовали уже с 4000 человек. Как разъяснила неназванная сотрудница следкома, цитирую, допрашиваем, чтобы понять, имеют ли люди претензии и основания на присвоение статуса потерпевшего по уголовному делу Коломойского. В украинском МИД констатировали, что всех украинцев, которые пересекают границу с Россией, причисляют к беженцам. Миссия Международного валютного фонда, которая прибыла в Украину для мониторинга выполнения соглашения о программе Стендбай, продолжит свою работу до 9 июля. Своё решение фонд объясняет быстрыми темпами развития событий и многочисленными вопросами, которые требуют обсуждения с правительством. Соответственно, обсуждаются корректировки, которые необходимо внести в правительственную программу экономических реформ. Евросоюз имеет полное право распоряжаться купленным у России газом по своему усмотрению, в том числе и поставлять его реверсным путем в Украину, заявила пресс-секретарь Еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера Сабина Бергер. По её словам, Еврокомиссия готова в случае необходимости направить на объекты украинской газотранспортной системы своих наблюдателей, которые проконтролируют выполнение Киевом обязательств по транзиту голубого топлива. Еврокомиссия опровергла обвинения российского премьера Дмитрия Медведева о том, что Украина отбирает газ из подземных хранилищ, предназначенных для ЕС, и констатирует, что поставки российского газа в ЕС через Украину проходят в штатном режиме. Первый украинский наноспутник на орбите. Разработали его не ученые, а одаренные студенты украинского вуза. Как создавался спутник и результаты его работы узнавала Екатерина Доброгорская. Наноспутники – это малые искусственные спутники Земли. Их часто используют для разнообразных космических исследований. Аппарат разработали молодые ученые из КПИ. Он состоит из четырех модулей подсистем – энергообеспечения, радиолинии, управления и модуля полезной нагрузки. Куратор проекта рассказывает, уникальность аппарата состоит в том, что практически все детали разработали сами студенты. Инту УКПИ разработала практически все подсистемы самостоятельно, без покупок в зарубежных магазинах кубесатовского формата. То есть мы разработали платы, покупая только компоненты, а изготовление, отработку, испытания программного освещения брали на себя. Создавался наноспутник около четырех лет, рассказывают юные разработчики. При конструировании каждый занимался своей работой. Моделировалась орбита, задавались тепловые потоки, которые, ну, солнечные там действуют на поверхности спутника. И, собственно, были получены результаты того, как спутник будет себя вести в тепловом отношении. То есть что с ним будет хорошо или нехорошо. Вот. И если нехорошо, то что нужно будет сделать для того, чтобы это исправить. У нас есть в УКПИ вакуумная камера, в которой мы в условиях Земли моделировали условия космического пространства. То есть холод, темноту, естественно, солнечное излучение и вращение спутника по его орбите. Для получения результатов и отслеживания полета наноспутников КПИ создали собственный мини-центр мониторинга полета. Интересует устойчивость работы и отработанность технологий, чтобы в дальнейшем мы могли, ориентироваясь по полученной телеметрии, мы могли дорабатывать, либо какие-то делать новые улучшения для того, чтобы дальше на этой платформе строить другие спутники. Сейчас он где-то далеко, где-то в Тихом океане. Запуск украинского наноспутника состоялся в рамках международного сотрудничества КПИ с зарубежными университетами. На орбиту в специальном контейнере отправили 33 спутника, созданных учеными из 17 стран мира. Екатерина Доброгорская, Владимир Нестерчук, БТБ. И в завершение нашего выпуска об ожидаемых событиях пятницы, 4 июля. До встречи. Сводную информацию о ходе проведения антитеррористической операции на востоке Украины предоставят в СНБО. Парламентарии продолжат работу над правительственными законопроектами о чрезвычайном положении в энергоотрасли, реформировании ГТС, а также назначат членов нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Вопрос расширения полномочий органов местного самоуправления представители Кабмина Украины и Комитета регионов Евросоюза обсудят за круглым столом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok